Я представлюсь, а то не все меня знают. Я Огородников Владимир Петрович, я доктор философских наук, профессор, я последние 37 лет уже, да, 37 лет как, то есть я стал доктором наукопрофессором еще при советской власти, высшая дистанционная комиссия СССР мне вручала дипломы. Так что без всяких дураков и, так сказать, завихрений такого рода, которые у нас сейчас. Вот я был в течение достаточно долгого времени членом докторского совета по философии большого нашего университета. Так вот, последние, я ушел, ну так, меня попросили оттуда, за счет чего? Там защищали диссертации, такого, например, названия, даже не специалист поймет, в чем, так сказать, глупость. Ну, глупость-то глупость, преднамеренная глупость уже не глупость, да, я думаю, тут была преднамеренная сворачивание в сторону. Защищал молодой человек диссертацию под названием «Метафизика штанов». Значит, он пытался в диссертации доказать, и выступая перед нам, перед советом, докторским советом, правда, кандидатская диссертация, что вот менталитет, как у нас любят говорить, или мировоззрение человека, зависит от того, какие штаны он носит, какого кроя, там, клеш или узкие, и какого цвета. А шотландцев там тоже? А? Шотландцев тоже? Ну, так шотландцы там с юбочками, традиционно. Но он про штаны говорил, у него достаточно узкая специализация, да, была, по штанам. Ну, я его спросил, говорю, а почему не наоборот? В зависимости от того, какое у тебя мировоззрение и менталитет, ты наденешь штаны. Вот я, например, не могу сейчас уже по возрасту надеть, говорю, ему красные шаровары и прийти, читать лекцию. Как-то это будет свидетельствовать о том, что у меня с менталитетом что-то произошло, да? Так первично что? Здесь шаровары надел красные и изменилось мировоззрение, или наоборот, изменилось мировоззрение и надел шаровары. Вот, ну, это и так. Так вот, проблема национальной... Меня, значит, здесь сегодня попросили рассказать о обучении Иосифа Иосифовича Сталина, о национальном вопросе, да, о национальном вопросе. Сталин специально по предложению Владимира Ильича Алейна специализировался на этом. Ну, вы же понимаете, он даже был в течение, ну, так сказать, довольно длительного времени в первом советском правительстве, наркомом по как раз национальности, по делам национальности. Это было очень актуально, потому что, особенно, вы знаете, когда уже образовался СССР, много национальное такое единство людей. И разобраться в национальном вопросе, и определить основные понятия, это очень актуально было тогда, а сейчас с не меньшей актуальностью. Вы знаете, что вот у нас проблемы тут с Украиной связаны с национализмом, что это такое, и от чего производное, очень многие этого не понимают. Хотя Иосиф Сергеевич Сталин в этом вопросе изрядно разобрался. Если он начал работать как философ еще в 1906 году, когда вышла его первая работа, значит, анархизм или социализм назывался. Тут вроде не национальный вопрос. Но вот направленная эта работа была против грузинских последователей князя Кропоткина. Как вы знаете, князь Кропоткин был идеологом анархизма. И анархистские движения, кстати, у нас до сих пор существуют. Вот анархия, они не признают какой-то титульной национальности или титульной нации. Это не одно и то же, сейчас поясню. Но вот Иосиф Сергеевич, он уже в этой своей первой работе, напомню, он родился в 1878 году. Ну, посчитайте, он еще молодой человек был, в общем, да. Ну, с моих позиций совсем молодой. С моих нынешних возрастных, я имею в 1878, соответственно, совсем молодой человек был. Но вот именно в этот период Иосиф Сергеевич очень активно занимался, конечно, прежде всего в Грузии. И главной его работой, и в том числе работа вот анархизм или социализм, это была уже философская работа. То есть это не только и не столько политическая, сколько философская работа. Он как раз очень детально рассмотрел, что такое анархизм. Но я сейчас не буду, конечно, заниматься вот этим рассказом об этой работе. У меня проблема вот национальности и нации, да, и национальный вопрос. А вот я уже сказал, что после того, как Иосиф Сергеевич проявил себя достаточно грамотным и, надо сказать, творческим человеком в области и философии, и политологии, вот к этому как раз времени, к началу 20 века уже Сталин сформировался. И как, конечно, член Российской социал-демократической партии, да, тогда ведь так это называлось, партия будущая, коммунистическая партия. Вот. Ну и, знаете, уже к этому времени, уже вот как раз когда появилась эта первая философская работа Сталина, уже произошло разделение на меньшевиков и большевиков. Я сейчас не буду всю эту историю раскручивать, но, тем не менее, могу указать, что Иосиф Сергеевич без колебания принял сторону. Он на съезде не участвовал, он еще там молодой был в этот момент, когда размежевание было, и не такой еще весомый, что ли, в партии был человек, но он принял без колебаний в сторону большевиков. И вы знаете, что большевики, они, потому и большевики, потому что большее количество людей за программу партии проголосовали тогда принятую. Вот. Ну вот, и вот Ленин очень понравился Сталину, уже тогда у него была эта партийная кличка Коба, вот, и я говорю, Ленин понравился Сталину. Сталин понравился Ленину, конечно. Сталин понравился Ленину, да, но он еще и не Сталин был, а Коба. Вот. Вот. Его партийная кличка Джуга Ашвили, да, Иосиф. Так, и он ему поручил, вот, надо вам написать работу по национальному вопросу, уже нельзя. Не потому, чтобы иметь, знаете, как у нас сейчас печатную продукцию, надо иметь вот всякому человеку, да. И мне, например, доктор наук, профессор, сейчас вот такое бюрократическое требование, я шесть статей должен издать в год. Шесть статей в год, это очень много, я вам скажу, если серьезно писать. Ну, тогда ни Сталин, ни Владимир Ильич Ленин, у меня полное собрание сочинений Ленина есть и собрание сочинений Сталина дома. Причем Сталина в двух изданиях и Ленина в двух изданиях, так сказать, вот, держу и часто, надо сказать, прибегаю. Вот, так вот, это же огромное произведение, вот, я так смотрю, думаю, вот, когда это все написано, этими людьми, да. 55 томов произведения Владимира Ильича, ведь он занимался не только теорией, даже не столько теорией, сколько практикой, да, революционного уже действия. Вот, и, ну, вот у него каждый, и так же и Сталин у него учился, он себя всю жизнь называл учеником и последователем Ленина, и он тоже вот был таким человеком, что ни выступления, ни работы какие-то, не были просто так вот, там надо публиковать, кто-то требует, чтобы публикации были. Нет, конечно, это, не было у них времени заниматься, а вот на потребу дня, и вот на потребу дня, это вот Ленин и Коба с ним согласился, что надо, конечно, сейчас национальный вопрос, потому что много было завихрений по этому поводу, и в том числе и Грузии, среди грузинских тогда уже социал-демократов были большие такие колебания и непонимания, вот, и шарахались в сторону, либо, вот, до сих пор проблема, национальный суверенитет, либо пролетарское движение единое, да, либо классовый подход, либо национальный подход, да, и как это сочетает? И многим казалось, что это несочетаемо, и сейчас многим кажется несочетаемым. Выбираем, а что важнее, да, и давайте выясним, а что важнее, классовый или национальный подход. Вот, но вы знаете, вот всегда, и Сталин именно в этой работе, работе 1913 года, «Марксизм и национальный вопрос», который он написал, вот, по просьбе уже, да, настоятельной просьбе Владимира Ильича, он уже как раз и пишет о том, что работа сравнительно небольшая, я вам рекомендую, она вполне доступна, даже в интернете можно найти, сейчас еще в запрет не вошли, ни Ленин, ни Сталин, да, и не были. Вот, поэтому можно это найти, наберете марксизм и национальный вопрос, и очень там четко все разложено, удивляет, такая, действительно, вот, надо быть одаренно, очень гениально одаренным человеком, чтобы не имея, вот, многие сейчас говорят, ну, что Сталин, ну, Ленин там, он, конечно, университет закончил, да, а Сталин, что у него там, это школа при семинарии, да, семинаристам, да, еще и не закончил ее там, религиозное, незаконченное образование, они среднее, причем, они выше, конечно, семинарии, а не что-то более высокое там, да. Так вот, да вот он, как он мог, так нет, Сталин был человеком чрезвычайно образованным, эрудированным, и, кроме того, он был творческим человеком. Знаете, я за свою уже большую жизнь встречал людей очень грамотных, эрудированных, но при этом не очень творческих, то есть они могут повторять то, что прочли у других, очень хорошо запомнили, эрудиция колоссальная, да, вот, но вот когда нет творчества своего и даже своей оценки прочитанного, услышанного, то, знаете, появляется много ошибок, и мировоззрение такого человека, как, как правило, такое эклектическое мировоззрение, то есть соединение очень разных и противоположных взглядов. Нет встроенной системы, поэтому от этого человека можно ожидать что угодно на практике. Он может шарахнуться любую сторону, потому что у него нет твердых системных убеждений. Главная задача вообще, вот, всякого образования, конечно, всякого, и в том числе партийного образования, конечно, это вот систему определенных взглядов. А основой этой системы взглядов является, конечно, марксизм, да, и философия, и вот три источника, три составные части марксизма, вспоминая работу Ленина, вот три составные части марксизма, конечно, нужно это все изучать. И Ленин, и Сталин виноват, молодой Сталин, это все вот пишет уже в работе «Марксизм и национальный вопрос», название «Марксизм», да, то есть «Марксизм в три единстве». И он говорит, что национальный вопрос надо обязательно рассматривать с позиции материалистической диалектики, а материалистическая диалектика, я вам напоминаю, это как раз методология марксизма, это, можно сказать, сердце марксизма, материалистическая диалектика, да, и всегда надо следовать ей, при рассмотрении любого вопроса, тем более вот такого сложного, да, надо следовать диалектическому материализму и материалистической диалектике, немножко не то же самое-то, да, немножко не синонимы. Ну, так вот, тут о проблеме, вот национальный вопрос. Прежде всего, что это такое? Национальный вопрос, к чему относится? И Сталин впервые в литературе научной, ну, вот как мне известно, может, у вас там другие сведения, впервые в научной литературе, философская литература, потому что это в общем философская проблема, он проводит размежевание понятий нация и национальность. У нас до сих пор даже выдающиеся руководители иногда смешивают и отрождествляют. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы – нация и национальность. Так вот, тут, именно в этой работе у Сталина, это вот ключевой вопрос, и я покажу, насколько это важно, решение этого вопроса дальше. Какое практическое значение? Знаете, у нас была такая поговорка в брежневские времена, ну, вы, наверное, там все не застали, конечно, не помните, нет ничего более практичного, чем хорошая теория, да? Кстати, это из марксизма идет, вот этот тезис от самого Маркса. Вот, потом Ленин это повторял. Это действительно так. То есть мы хотим этого или не хотим, мы вот в наших действиях, даже в быту, мы руководствуемся какими-то нашими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, да? О том, так сказать, по какой стезе вообще нам двигаться, какую специальность приобретать и стоит ли приобретать, даже жениться или не жениться, заводить детей, не заводить, сколько. У нас есть предварительно какие-то соображения, вот, мировоззренческие по этому поводу. Мы можем для себя как-то вот так это обосновать. Вот. Ну, понятно, что и вот национальный вопрос, все понимают, как будто, что такое нация, что такое национальность. А когда начинаешь спрашивать, вот даже у меня сейчас очень серьезные товарищи учатся, взрослые офицеры, да? Ну, и вот они в большинстве своем не знают, пока им не подскажешь, да, в чем различие. Так вот, Сталин дает тут первый раз, я стал говорить, впервые, исторически первое и очень четко, очень грамотное определение нации. Вот определение – это то, с чего должна начинаться всякая теория, чем должна заканчиваться всякая теория. Начинаться дается вначале предварительное, так сказать, рабочее поделение. Потом оно уточняется, углубляется, вот, какие-то моменты этого определения. Ну, если мы начнем рассуждать о чем угодно, о национальном вопросе, о соотношении класса и национальности, и нации, вот, о том, к какой дороге мы сейчас должны идти, надо нам развивать рыночные отношения капиталистические, или государственный капитализм, мы уже вернутся к строительству социализма. Вот, если мы не определим основные термины, мы можем сколько угодно. Или демократия у нас, или есть у нас демократия, или нет демократии. Недавно, вот, Лексыч, там, это выкладывается. А что, надо определить, что такое демократия, да? Что такое социализм, а то будем там беседовать. Ну, это, в общем, идея, так сказать, конечно, что надо определить термины еще великому драму Аристотелю принадлежит. Он говорит, прежде чем о чем-то говорить, тем более спорить, надо определить основные термины. Иначе это бессмысленное будет сотрясение воздуха. Или бумагоморательство, если мы будем писать друг другу письма, там, спорить. Так вот, итак, вот, первое в этой работе, первое, но не окончательное определение нации. Я зачитываю, нация есть исторически сложившаяся, то есть, это, я подчеркну, вот, остановлюсь на этой фразе, исторически сложившаяся. То есть, нация не появляется так, как-то внезапно, вот, не было нации, да? Вдруг она как-то так, у нас некоторые новообразования, думаю, что вот они как-то сами по себе возникают, не обязательно нация, да? Вот, ну вот, вулкан начал действовать, совершенно внезапно, случайно, да? Ну, оказывается, у нас ни в природе, ни в обществе нет ничего случайного, все закономерно. А вот исторически сложившаяся общность, значит, закономерное развитие, это результат закономерного развития общества, достигшего определенной ступени своего, прежде всего, экономического развития, да? И что дальше, значит, пишет Сталин по поводу нации? Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада. Проявляющегося в общности культуры. И дальше Сталин отмечает, только наличие всех этих признаков, взятых вместе, дает нам нацию. Это предварительное определение, рабочее определение, которое дальше раскрывается, уточняется. Вот вся работа, марксизм, национальный вопрос посвящена уточнению этого определения, сущности нации. И вот дальше, когда буквально через абзац в своей работе Сталин указывает, что система, образующим основанием, вот эта нация, это устойчивая общность, значит, это какая-то система. Значит, у каждой системы есть основание, вокруг которого так или иначе объединяются другие элементы этой системы. И они субординированы, координированы в отношении этого основания. А что же это для нации? Сталин прямо пишет. Что это определенное единство экономической жизни. И экономическая жизнь, вот единство экономической жизни. Когда это, значит, появляется? Это тоже исторически определенная ступень экономической жизни. Сталин уточняет, это тоже колоссальный вклад Сталина и в теорию, и в практику. Вот это и национальная проблема, до сих пор очень острая. Он говорит, что появляется она в эпоху капитализма. И на капитализм, который ломает перегородки между национальностями. И вот он тут впервые дает различия между нацией, ведь речь идет об образовании нации, а не национальности. Национальности появились гораздо раньше. И Сталин говорит, проявляет большую научную эрудицию, что национальность – это кровно-родственное единство, не экономическое. Кровно-родственное, а в отношении нации, вот смотрите, сколько я перечислил, да, то, что Сталин называет, да, язык, территория, да, экономическая жизнь, психический склад. А указано кровно-родственное единство? Нет, не указано. Это очень важно, потому что кровно-родственное, этническое единство – это для национальности, а не для нации. Национальности возникли, Сталин пишет, при еще разложении родового строя, достаточно давно. Вот, и они представляют, и дальше Сталин пишет, что есть мононациональные, по национальности государства. В его время и сейчас еще есть, мы можем найти такие государства, вот в основном восточные государства у нас, да, мононациональные. И то там, вы знаете, там есть противоречия религиозные, там всякие конфессии, группы, там в Индии там все непросто, да. Так вот, а экономическая общность, эта общность образована как? Общность экономической жизни внутри государства возникает, капиталистического. Потому что именно капиталистическое производство ломает перегородки между национальностями, объединяя эти национальности в единую нацию. Где разделение труда происходит не по национальности, а почему? А по характеру производства, да, твое место вот в этом сложившемся способе производства. Марксизм и национальный вопрос. И Сталин говорит, как у Маркса? У Маркса, значит, что такое вот с позиции марксизма, такого классического марксизма, что такое нация, что такое национальность, да, когда они появляются, как они существуют. Значит, я напоминаю, у Маркса, вот это Сталин, классик, потому что он пишет это, вы понимаете, это не то, чтобы какая-то научная работа, предназначенная для обсуждения в каких-то научных кругах. Это работа, которая, конечно, научно обоснована, аргументирована, логично изложена, но она предназначена, вот, как говорится, для простых людей. И написана она так, чтобы простые люди поняли. Потому что простых людей этот вопрос-то, прежде всего, интересовал. А ученые, как-то, вот этим вопросом не занимались. И надо сказать, вот, и Маркс и Энгельс, видите, различия между нацией и национальностей не дали. Не дали они, вот это различие. А вот Сталин дал, вот. Хотя, конечно, они это понимали, ну, такого четкого определения, как у Сталина, нет. А это очень важно, и различение. Итак, значит, вот, различие тут, объединение, вернее, вот, разной национальности самим производством объединяется в этой единой экономической жизни. В производстве, прежде всего, материальных, а потом и духовных благ. То есть, это определяется развитием производительных сил общества. Главной производительной силой общества является, по Марксу, это вот классический марксизм, человек. Но человек вооруженный чем? Средствами производства. Это орудия труда и средства труда. Это я так напоминаю. Почему? Потому что это все у Сталина есть. Он говорит, и теперь посмотрим, вот, нация здесь. С чем связана-то? Эта нация как раз и представляет собой вот эту главную производительную силу общества. Внутри есть разделение. Разделение в производстве, да, какое разделение? Ну, есть управляющий процессом производства, есть инженеры, есть рабочие, да. Но вот тут уже надо вспомнить о классовом делении, да. И рабочий класс, и буржуазия – это уже классы, и они внутри нации. Но они принадлежат одной нации. Их объединяет именно общность экономическая, потому что они вместе заняты производством. Но чем они разделены? И опять по Марксу, да, чем они разделены? Производственными отношениями разделены. То есть, прежде всего, отношением собственности на средства производства. Буржуазия владеет средствами производства. Паралитариат – неимущая, бездоленная класса, не владеющая средствами производства. Вот главный признак, да, этого класса. А к нации они к одной относятся, да, к нации. Но вот внутри нация разделена. И Сталин говорит, что нас, так сказать, разделяет? Ненациональный вопрос в отношении национальности. Потому что в правящий класс, в буржуазный класс, могут проникнуть люди очень разной национальности. Вот внутри этой нации много национального объединения разной национальности. Конечно, если там есть титульная нация, так называемая, да, образующая, то национальность виновата. Титульная национальность виновата. Я вот видите, тоже оговорил. Титульная национальность. То, конечно, больше всего представители вот этой национальности, конечно, они, как правило, и больше будут представлены количественно в правящем классе. Это естественно, исторически. Но интересно, что их больше всего будет представлено и в классе порабощенном и эксплуатированном. В пролетариате тоже. Это в отличие от капитализма. Вот рабовладение, вы знаете, рабы были, как правило, принадлежали иным племенам, хотя порабощали и соплеменников. Но, как правило, все-таки рабов брали во время войн. А уже при феодализме, видите, крепостной крестьянин и помещик, они принадлежат одной национальности, но еще ни одной нации, потому что нации нет. При феодализме нация образуется только при капитализме. Но феодализм, конечно, уже подготавливает об этом. Как раз Сталин и пишет в этой работе, показывая, что действительно исторически сложившаяся общность, подготовка идет постепенно. Вот как подготовка к образованию новых классов, буржуя и пролетарии, идет еще при феодализме, так идет подготовка к образованию нации, новой исторической общности. Она не возликнула каким-то случайным, чудесным образом, неизвестно откуда. Это очень важно. И Сталин подчеркивает, что национальность – это кровное родство. И национальность мы можем представители одной национальности определить чисто внешне. Если характерные национальные черты такие, мы можем увидеть и разрез глаз, и профиль носа, и цвет кожи, и волосы какие в основном, и цвет волос. Ну, седые тут уже ни при чем, да. Седые у всех, седые. И у негров, да, тоже седые негры, видели. Тут это не относится к таким характерным признакам национальности, да. Но, и тем более, что тут еще и расовое подмешано. Расовое ведь отличие тоже кровно-родственное, да, в момент-то. Кровно-родственное расовое отличие. Вот, но вот национальность, вот она определяется. И вот, дальше рассматривая это вот рабочее определение, Сталин говорит, вот вы смотрите, я написал, общность языка для нации. А для национальности является ли общность языка обязательной? И он отвечает на этот вопрос, нет, не является. Потому что представители одной и той же национальности могут жить в разных государствах, удаленных на тысячи километров друг от друга. И там принадлежать разным нациям и говорить на разном языке. А вот для нации, если принадлежишь к одной нации, экономическое единство нельзя на разных языках говорить. На производстве не поймут тебя, да. Поэтому вот ассимилированные народы внутри государства, они начинают говорить на языке титульной национальности, которая становится языком нации. Вот у нас была такая нация, которая называлась советский народ. Она была не просто декларирована, написана, да, но она действительно существовала. Общность экономической жизни была. Значит, таким образом вот Сталин подчеркивает, что представители одной и той же национальности могут говорить на очень разных языках. Ну, вы знаете, вот наиболее такая расселенная, кочующая национальность, евреи, да. Они, многие евреи у нас, они не знают. У меня один приятель был еврей, хороший парень. Ну, сейчас уже не парень, да, живет в Израиле. Так он первое время, он всю жизнь прожил в Советском Союзе, мой ровесник, то есть уже старик. Он там с внуками, вот. Так вот мы с ним переписываем еще электронным, иногда по скайпу там, друг друга видим. Так он говорит, ой, как тяжело мне досталось. Вот молодежь, говорит, легко, язык в Израиле, да, надо было на идише все-таки научиться. А я, говорит, не могу никак, вот никак. Я, говорит, так вот по-русски говорю. Он говорит, слава богу, у нас все-таки много русскоговорящих, очень много. Как писал по этому поводу еще Высоцкий, там в основном на треть все наш народ, бывший наш народ, имею в виду в Израиле. Вот, договориться можем. Иногда вот показывают из Израиля какие-то там полицейские, а на русском совершенно свободно говорят. Но это вот подчеркивает, что национальность, представители одной и той же национальности могут на очень разных языках говорить. И они к культуре никак не связаны, не принадлежат к какой культуре? Вот культура-то относится, единство культурное, не только экономическое, но на основе понятия культура очень широко, тут экономическая культура и духовная культура. Вот, но единство культуры к нации относится, не к национальности, к нации. Значит, нация ломает межнациональные, в отношении национальности перегородки, объединяет людей. И в этом отношении вот эта историческая общность, нация, Сталин в этом пишет, она является, ну, таким очень прогрессивным моментом объединения людей. И она простоит в узкому национализму. Вот национализм-то откуда? Что вот национальность какая-то, этническая общность, она превосходит другие национальности. Или какие-то там национальные кланы, да. Ну, вы знаете, вот на этом и национализм, и фашизм, да. Вот, битлеровский фашизм, вы знаете, так сказать, взяли на прокат, уничтожили его концепцию. И, значит, утверждали, что настоящие арийцы, вот они, есть та национальность, в общем-то, да. Кровно-родственная общность, внутри нации единой, немецкой, но тут есть много национальностей. А национальности, такие как евреи, вы знаете, с евреями боролись так же ожесточенно, как с коммунистами. Вот, и не случайно, между прочим, не случайно, это об этом. Вот, конечно, Сталин об этом еще не пишет, еще не настало время, да. Но вот он подчеркивает, что межнациональные, междунациональные перегородки ломаются, объединение в нации, это прогрессивный момент в развитии общества, безусловно. Но противоречие-то внутреннее противоречие в любой системе, это диалектический подход. Всякая система и неживой природа развиваются за счет внутреннего противоречия. Остается внутреннее противоречие. Сталин говорит, конечно, и тут с позиции марксизма, какое противоречие? Классовое противоречие остается. Противоречие между противоположными классами. По какому отношению? Производственному отношению. То есть владеющие и не владеющие. Ибо владеющие средствами производства, причем, заметьте, не обязательно владеющие, что называется, на бумаге юридически, достаточно фактически владеющие. И вот эти фактические владеющие, они пользуются в процессе распределения полученных коллективным трудом. Нация это объединяет коллективный труд, распределение труда идет. А вот получили продукт, отделение уже все по капиталу. Не по национальности, а по капиталу. Да, если у тебя есть капитал, вот получишь соответствующее. Да, а если у тебя нет, причем капитал может быть такой, знаете, вот уже Маркс даже об этом писал, что не обязательно юридически оформлен. Вот у нас в Советском Союзе, вот завтра я выступаю несколько на другой площадке, но тоже вот по нашей коммунистической линии, да, я там буду говорить о такой насущной и больной проблеме, как объективные и субъективные факторы развала СССР. До сих пор об этом идут споры, да. Я, конечно, это очень переживаю, там даже личностно переживаю, но это эмоциональный момент, а вот рациональный момент. Вот объективные основания, какие были развалы СССР, ведь все это так сходу не разваливается, да, что, так сказать, должно быть объективное основание, не только злонамеренность отдельно взятых лиц, у нас там говорят, ну вот у нас абсолютизация роли личности, да вот там Горбачев, да, вот Ельцин, да, они свою сыграли роль негативную, но сказать, что они причина их действия развала СССР, это абсурд, это абсурд. Объективные основания были. А какие объективные основания? А вот были деформированы эти самые производственные отношения. де-факто были, не де-юра, де-юра все было нормально, у нас в Конституции было записано, да, что экономической основой СССР что является? Общественная собственность. Да, общественная, общенародная была написана. Причем писалось еще так, во всех Конституциях, начиная с Бухаринской, можете посмотреть, Сталинская называла, Ухарин писал основной текст, потом Сталинская, и до Брежневской писалось так, общенародная, в скобках государственная, значит разделение, классовое разделение, и Сталин подчеркивает, это главное разделение при капитализме, и что это разделение еще долго останется видимо и при социализме, об этом и Ленин писал тоже, что вот это противоречие еще остается. И Сталин, Сталин вот это очень взял на вооружение, вот произошла вроде доклассизация общества, после полной победы, но не окончательной, да, победы социализма в СССР, да, был съезд победителей социализма в нашей стране до войны, но тем не менее Сталин, вот, говорил, что классовая борьба продолжается, потому что остались в сознании некоторых людей переживки. Вот вы знаете, я тогда, когда первый раз знакомился с этим, я Сталина чего-то так не совсем понимал. Какие пережитки, если бытии нет уже, собственности у него нет, да какие у него пережитки? А воспоминания о том, что были, вот я сейчас сталкиваюсь, вот после крушения Советского Союза, я смотрю, очень люди разделились, по своим взглядам, на Советский Союз, и на социализм, да, и как они разделились, я смотрю, вот люди, которые помнят, что у них деды уже, не отцы, а деды были собственниками, а, и что их раскулачили, они сейчас об этом вспоминают, и говорят, да, вот там не дали, вот раскулачили, то есть вот это остались какие-то воспоминания, но не об этом, то есть роль сознания, я материалист, вы знаете, из позиции материализма, первично бытие, вторично сознание, но роль обратная сознания колоссальна, иначе мы, зачем нам сознание вообще нужно, да, если оно никакое, то только бытие, все, наше определяет, а сознание мы никак не можем, ни на собственное бытие повлиять, при помощи ни на социальное бытие, ничего не изменить не можем, даже подумать об этом, бессмысленно, там как само по себе будет проходить, это абсурд совершенно, конечно, вот все вещи, которые на нас и вокруг нас, это овеществленное сознание, понимаете, активную роль сознания никак нельзя устранить, так вот в плане сознания, вот Сталин впервые тоже пишет о национальном самосознании, что это такое, сознание нации, если есть общность людей, значит есть и некая форма общественного сознания, которое неоднородно, там вот разные формы общественного сознания, в том числе экономическое, и вот он говорит, вот в сознании, как это, единое сознание у единой нации, единство есть экономическая нация, есть и культурное единство, единство языка обеспечивает культурное единство, как у нас была такая пионерская песенка, в мои годы ровесники, ровесницы, девчонки и мальчишки, одни поем мы песенки, одни читаем книжки, то есть гендерное различие между девчонками и мальчишками не главное, а мы одни читаем книжки, одни поем песенки, это действительно главное, так вот и здесь, сознание, казалось бы, нация, единство экономической жизни, единое сознание, а Сталин говорит, нет, нет, а потому что сознание-то связано с более такой тонкой дифференциацией общественного бытия, и он ссылается на Маркс, и главное, эта дифференциация связана с различием между классами по производственным отношениям места, роль в системе производственных отношений, владеешь, не владеешь, распоряжайся, не распоряжайся, и вот это сознание, и Сталин это подчеркивает, собственно он это не открыл, это Маркс еще сказал, что конечно сознание буржуазии, сознание пролетариата, это разные сознания, почему? Интересы разные, и цели разные в развитии, и возможности конечно разные, вот при помощи сознания свое бытие как-то изменить или не изменить, и Сталин говорит, вот тут классовое самосознание становится выше национального самосознания, то есть в национальном сознании мы вроде как должны все представлять единство, и вот патриотизм это вот что? Опять Сталин вопрос ставит, этик, это карта патриотизма, вот, вы знаете, в немецком фашизме эта карта как раз и была прекрасно разыграна, да, что вот мы должны униженные, ну после Первой мировой войны, вы знаете, территорию немцы потеряли, контрибуции выплатили большие, униженные, армии не могли регулярно иметь, вот униженное национальное самосознание всей нации, можно было бы, да, без различия классов, да, и на этом вот сыграл, сыграл тут немецкий фашизм, да, доктор Гиббельс, который подсчитывал Ницше, и не случайно, да, использовал, и смотрите, как сработало, как они там все представители очень разных классов, сословий, соловьяными глазами на стиле зигхай кричали, единство национального, да, сознания, и сейчас, да, без различия классов, вот подмена классового сознания, о чем Сталин пишет здесь, вот в этом, подмена опасность, подмены классового сознания, со знанием вот национальным, но раздробленным по классам, но это снимается, как бы снимается, вот смотрите, конкретный пример вот этого теоретического посыла, вот вы знаете, с чего там на Украине началось, мы все время вспоминаем, Байдан, 14-й год, что там, вначале-то возмущение Януковича, показывали нам по телевизору даже, в 14-м году-то, ну я не знаю, смотрели телевизор, или еще не смотрели, но нам показывали, возмущение какое было, против верхушки руководства Янукович, у него золотые унитазы, а мы тут вообще не очень хорошо живем, а он сволочь такая, Янукович, и вот показывали эти золотые унитазы, она вот чем возмущена, и пошло вот возмущение классовое, низов, вот это угнетенный эксплуатируемый класс, конечно, да, уже был, ну, знаменитый, 14-й год, потому что Украина-то уже отделилась, и она не социалистическая, конечно, уже сразу после идеи, не мы уже не социалистические, и у нас главное это деление, опять классовое, конечно, деление, и вот это очень опасно для правящего класса, не только Украины, а правящего класса всего мира, и нашего правящего класса, тоже, буржуазии, если будет борьба классовая, это что, революция, ага, социалистического типа, сверхним, да, и экспреперируемых, экспреператоров, и этих всех, на Украине в 14-м году тоже уже этих олигархов было больше, чем достаточно, а они забеспокоились, это очень опасно им для жизни, сметут, уничтожат, расстреляют, да, вот, как классовые чуждые менты, да, вот, и вот тут сработало старое, вы думаете, что это не дирижировалось, и со стороны Запада, конечно, и у нас тоже, вот все эти оранжевые революции, у нас переворот-то, Советский Союз, тоже на этом деле, подмена, да, классово, национально, да, вот они там, вот, и вот на Украине, конкретно уж я начал говорить про Украину, и давай, это возмущение, что мы плохо живем, потому что там верхние жируют, да, да, а мы тут вот получаем, они там, миллиардами гривен, а мы тут вот считаем эти, да, по гривне, чтобы купить хлеб для детей, это классовое возмущение, опасно, а давай мы это переверем, и средства массовой дезинформации, как я их называю, почему меня еще 20 лет назад удалили, я выступал на нашем телевидении, на радио, и все время говорил о средствах массовой дезинформации, и даже уже говорил о том, что у нас, в общем, государство сложилось, так сказать, конечно, эксплуататорское государство, опять восстановили капитализм, в общем, так сказать, ну и так далее, ну и потом меня, так сказать, попросили тихо, и больше не приглашали, туда, на средства массовой дезинформации, ну так вот, средства эти проработали, очень хорошо, и там эмиссары Запада работали, там, да, и что же мы видим, уже, в Майдан, вот, пик возмущения, да, что они требуют, они что требуют, социалистическую революцию, а нет, москали во всем виноваты, да, и мы видим, уже нам показывают по телевизору, толпы скачут, и говорят, кто не скачет, орут, тот москаль, москали виноваты, черт в них дерево, вот они в чем, почему мы плохо живем, смотрите, как здорово, да, старая эта карта, разыгранная, национальная, по признаку, не нации, а национальности, да, вот, на русские, и украинцы, мы разные национальности, хотя, знаете, там на генетическом уровне, не прожили, хотя, вот, генетическая экспертиза, может показать, вот у меня, я человек открытый, я говорю, я вообще, ходячий интернационал, во мне, две расы, и три национальности, вот во мне, да, так что я националистом никак не могу быть, уже мне надо разорваться, за какую национальность, так вот, сумели их там противопоставить, вот русские, ну, вы понимаете, я вот, три года в армии служил, я видел, ну, этих украинцев, ну, были какие-то особые черты, знаете, вот, мы подтронивали над этими украинцами, хотя жили, ну, в полном единстве, да, ну, подтронили, они, знаете, вот, очень так, любят, любят, занимать какие-то командные, командирские должности, вот, украинец, говорит, Хохол, если он домой приехал, у него и тут лычки нет, то его домой не пустят, я был свидетелем этого, мы с одним, вот, таким парнем, мы годком вместе, три года служили, дембилизовали, в декабре 67-го года, представляете, я какой старый, 67-м году, дембилизовался, мы выходим за ворот от счастья, он достает погон, а у него тут гладко рядовой, мы еще в погонах, хоть у нас уже все, мы обязаны из Кронштадта были уехать, я в Кронштадте служил, хотя ПВО, ну вот, и он достает погоны сержантские, говорит, дай-ка помоги мне прицепить, я говорю, слушай, сейчас нас патруль в Кронштадте возьмет, и скажет, у тебя уже, а мы уже дембилизованы, так у тебя что написано, кто дембилизованный, рядовой такой-то, а ты не рядовой сержант, это что такое, у тебя тут будут выяснения личности, где-то тут подмена какая-то, и застрялись тут, уговорил его, приедешь, говорю, домой, вот как к себе в село пойдешь, и прицепишь, шунель снимешь, в декабре же это было, вот так, ну это вот такое шутливое, такое отключение, но заметьте, есть какие-то признаки, ну характер какого-то, национального отношения, ну есть, но они не генетически определяются, это воспитание, какая-то особая культура, конечно, они не генетически определяются, такие вещи, вот, так вот, а тут, якобы генетически, все обусловлено, вот национальность, и свыше этой национальности, значит, не прыгнешь, значит, Мы особая национальность, а вот эти москали, они вот они такие, они нашу территорию хотят завоевать. Говорят, что это их территория, нет, не отдадим там ни пяди и так далее. Тут вроде патриотизм, опять же, патриотизм на чем? Вот патриотизм объединяет нацию, и представители различных национальностей внутри нации, они временно объединяются против общего врага. Поэтому нет лучшего способа, чем маленькую войну объявить, когда внутри классовые противоречия начинают зреть, война очень даже выгодна. Это всегда так происходило. Вот Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» в 1913 году написано и в 1914 году опубликовано. Он как раз об этом и пишет, что вот тут, конечно, противоречие между уже кланами и синдикатами, картелями буржуазных объединений, интернациональных уже, принадлежащих не государству, а какому-то национальному государству в рамках единой национальности, как мы говорили, нет. А вот эти интернациональные капиталистические объединения в эпоху империализма, они начинают главную роль играть в политике мировой, и их столкновение приводит по поводу чего столкновения? По поводу, у них классовые вроде одни интересы, а нет. Передел мира, борьба за рынки, за рабочую силу дешевую и так далее. Вот до сих пор за, конечно, сырье, за нефть, за газ. Вот да, вот что. А иначе какой смысл территории, если пустыня-то? И ничего не взять из этой пустыни. Бывает, пустыня тоже нефтеносная, да, но вот если ничего. И никто и воевать из этой пустыни не будет. Зачем? Ну, понятно. И никаких противоречий тут не возникнет. А вот тут, конечно, вот это переведено в плоскость для народа конфликта между национальностями. Национальностями, а не нациями. И, понятно, вот это, все это разжигается. И патриотизм, конечно. Мы патриоты, и мы тоже патриоты, да. И нас тоже это объединяет. Я тут выступал на очень серьезной дискуссии, я не знаю, это под запись стоит ли давать вообще. Вот, наши внутрипартийные дискуссии с нашими молодыми товарищами. По такому очень серьезному вопросу, по вопросу вот этой нашей специальной военной операции, да. Молодые товарищи, они так очень революционно настроены, это свойственно молодым людям, да. Вот, и они говорят, что это вот, это война такая несправедливая. Вот, и они не понимают, что тут были предпосылки с той стороны, конечно, и что нет, и что это надо сворачивать всеми силами и так далее. И что все это на руку нашим буржуа и прочее. Но вот я выступал, и отнюдь не за буржуа, конечно, нашим. И у меня тут классовая ненависть по отношению к нашим буржуа не меньше, чем классовая ненависть по отношению к буржуа Украины и так далее, которые там и всего мира. Да, потому что я пролетариумственного труда, у меня нет средств производства, вот у меня улиц работает, и что у меня, ну, пенсия, и все, да. То есть я не могу, что-то такое, да, я не предприниматель. Вот, но это так, ну, значит, и вот я как бы разъяснял тоже нашим молодым горячим товарищам, что сейчас нельзя ни в коем случае, так сказать, вот выступать с таких абстрактно-пацифистских позиций. Что вот эта специальная военная операция, вот, надо ее сворачивать вообще, и, может быть, даже отдать территории, да, вот. Почему? Я говорю, а представьте, вот, во-первых, вам хорошо известно, достаточно грамотные люди, что действительно нас окружали, очень давно уже окружали, НАТО продвигалось к нашим границам, только вот ГДР объединили с ФРГ, да, да, ликвидировало, вот это, Горбачеву там памятник поставили, да, за это в Германии, вот, и объявили его, там, так сказать, героем, национальным героем Германии, его объявили, да. Ну вот, объединили, замечательно, но вот у Горбачева и у нашего правительства была устная договоренность, что продвижение войск к нашим границам за счет того, что ГДР-то ближе к нам, да, территориально, чем ФРГ было, да, отдельно, вот, посмотрите по карте. Не будет этого продвижения, ну вот, посмотрите, только вот объединили Германию, буквально через две недели они это, несмотря на, ну, устная договоренность, письменные перечеркивают договоренности, да, пакты, там, а не нападение, ну, вот, скажем, фашистская Германия, да, был пакт, а не нападение, ну, что они же перечеркивают. Это все, бумага все вытерпит, и устная, тем более, это все, доверять нельзя. Так вот, они мгновенно войска продвинули к границам бывшей ГДР, нам поближе, а потом ракетные установки появились в Эстонии, во всех войсках, потом они нас там, Дальний Восток, я и этим ребятам, там, мол, ну, ребята, ну, вот представьте себе, мы бы вообще тут сидели и ждали, когда они там нападут, ничего не действовали, да, хотя уже там было, конечно, и с их стороны военные операции по отношению к Донбассу, к Луганску, да, вот это все. И присоединение Крыма, трещина была, один из добрей, гиб какой, знаете. Вот, так вот, ну, представьте себе, вот мы вот ничего не делали бы, что они бы, конечно, точно, они готовились и на Украине, и только на Украине. Безусловно бы, тогда активность с их стороны была бы, она была предсказуема. То есть, мы вот начали там 24 февраля, а если бы мы не начали 24 февраля, то вряд ли в марте мы, все было тихо, мерно и спокойно, это даже в марте. Ну, я так немножко в силу места работы знаю это более подробно. Ну, я вот говорю, представьте себе, вот мы бы вообще, вот крайний случай, мы бы проиграли войну, да, вот мы бы, Россия проиграет эту войну, предположим, да. Ну, и что будет? Вы знаете, там уже карты намечены, Россию разделят, как Советский Союз, и это их была вторая цель. Сначала Советский Союз разделили успешно, без выстрела, вот уж действительно эти ребята там недаром хлеб едят, да, сумели Советский Союз державу разрушить. Следующее, конечно, Россию надо было разделить, и у нас тоже, опять же, по национальным каким-то, да, внутренним областям и прочее, у нас там есть уже национальные республики перестали существовать, советские, но там области проще противостоять, Сибирь там, скажем, отделить и так далее. Ну, у них карта конкретно уже есть, кому что отдать, вот, и что Россия перестанет существовать, нация перестанет существовать, нация, а не национальность, а национальность, русские, ну, еще, какая-нибудь роль будет играть, вот, в этих разделенных, вот, положение будет, как в тех республиках, которые стали самостоятельными государствами, и русские, как они там живут, не очень хорошо. Вот там вот национальный вопрос опять, да, ну, и кто бы выиграл, вот, в классовом отношении, но то, что, так сказать, эксплуатируемые массы стали еще более эксплуатируемыми, это не вызывает сомнения, а вот наши эти, ну, риши, наши эти олигархи, они же тоже пострадали, им это совсем не нужно. Вы понимаете, потому что в эпоху вот этих столкновений, опять же, возвращаясь в работе уже Ленина, империализм как высшая стадия капитализма, в эпоху империализма борьба идет между буржуазными объединениями, кто кого задает, вот эти шансы, они же ударили по экономике страны, безусловно, и по нашим олигархам тоже они пострадали. А в случае разделения России тут они, конечно, перестанут быть даже олигархами, потому что они олигархами стали на нашей почве, так сказать, и остались. Вот характерное письмо я люблю вспоминать Ходорковского, этого опального олигарха нашего, да, вы знаете, о ком я говорю, 10 лет отсидел. Один из олигархов, там их всех можно сажать, конечно, но это так не под запись, а то так неизвестно, кого посадят. Вот, но, значит, Ходорковский, что он писал в «Матросской тишине» очень хорошо, да, вот уже когда его арестовали, он написал письмо, там еще несколько писем написал. Вот он пишет, это широко было опубликовано даже потом, он говорит, что абсолютное большинство людей, которые хорошо разбогатели в России, рассматривали Россию не как родину, кстати, о патриотизме, национальном самосознании и так далее. А как вот точно цитирую Ходорковского, я даже учебник по философии туда его цитирую и его за решеткой уже, ставьте фотографию, что я вышел учебник, сейчас бы не вышел, конечно, портрет Ходорковского, да, за решеткой, вот, где-то я взял в интернете. Так вот, он пишет, не как родину расценивали эти все ребята, предприниматели, а как, точная цитата, территорию свободной охоты, как, откровенно выразился, да, территория свободной, то есть там, за границей все уже занято своим, их туда не пустят, да, ну, капиталы пустят, конечно, а потом арестуют, да, вот как было. А чтобы они тут как-то еще дальше развивались, нет, конечно, если будет поделиться, то есть они будут перестанут. Так что в этот момент, когда внешний враг, конечно же, вот тут нация объединяется, нация объединяется против, это будет национально-свободительное движение. Вы знаете, оно было вот в Африке очень мощное, многие африканские страны получили свой ремитет, это вот 50-е и 60-е годы прошлого века, все это происходило. Ну и страны Латинской Америки, вот это национально-освободительное движение, тут нация объединяется. Тут классовый момент уходит временно в сторону, временно, но все равно остается главным, все-таки главным противоречием. И это главное противоречие возникает, если, так сказать, национально-освободительное движение победили, то тут начинаем опять делиться по классовым основаниям, да, кто на кого будет работать, кто будет жиреть, а кто будет, так сказать, пояс затягивать. Вот. Об этом Сталин тоже пишет. И вот разбирая, я начал говорить, значит, территория, да, общность языка, я говорил, что да, нации принадлежит, территория. Конечно, территория к национальности, так, чтобы национальность вот на этой территории только закреплена, а эта национальность на других территориях, ну, я уже об этом говорил, да, ну, и вот Сталин об этом пишет. Представители одной и той же национальности могут жить на разных территориях и говорить на разном языке, и разный психологический склад иметь, конечно, да, разный, да, психология будет. И отнюдь не эта психология, то вот обязательно там украинская психология, русская психология, да, это смотря где этот живет, этот человек. И еще надо тут еще и классовый момент использовать, да, представители одной и той же национальности, входящие в одну и ту же нацию, но разделенные по классовому моменту будут разные психологии. Психология правящего класса, психология подчиненного класса, совсем разные. И политика внутренняя будет работать на кого, конечно, на правящий класс. И экономика, и политика, и юриспруденция будет, да. Кого-то посадят там за какой-то плакат, а кого-то не посадят за то, что он миллиарды из казны украл, да. Ничего не будет. Это как? Вот. Это вот классовый подход, это классовый подход. Отнюдь не национальный, не будут сказать, а он кто? О, он русский? Ну тогда не будем его сажать, да. Он к титульной национальности относится. Нет же такого, вы же понимаете. Так же, как у нас эти все мафиозные организации чуть-чуть попритухли, ну, превратились в олигархов уже, мафиози крупные, да. Период первоначального накопления капитала прошел, а вот в начале-то, вот 90-е, это лихие 90-е, действительно, когда-то вот на улицах у нас в Питере стреляли, да, я сам попал как-то в перестрелку в Апраксином дворе, да, да, был, да, милиционер бежит, ложись, ложись, а я не ложись, потому что грязная лужа, что я в грязную лужу, я за стол спрятался, думаю, ладно, неохота в грязную лужу ложиться, а ничего нету, какие, ну, в общем, короче говоря, вот, этой перестрелки были между тем, между представителями различных национальностей, нет, конечно, то есть в мафиозные организации входили люди очень разных национальностей, в одну и ту же мафию, тут и русские, тут и евреи, тут и узбеки, тут и, хотя, вы знаете, склонность вот объединяться по национальному признаку и в мафии, да, вот, есть такая, конечно, склонность, особенно у национальных меньшинств, так называемых, а национальные меньшинства, это, опять же, по национальности, а не по нации, да, меньшинства, вот, а они, значит, склонны объединяться, конечно, не обязательно в мафию, они склонны объединяться просто вот как какое-то землячество, да, вот они, землячество, они держат, это, мы тоже это видим, как вот они на рынках там торгуют, и тут у них могут быть столкновения между различными представителями различной национальности, потому что разных землячеств делят рынок, опять же, по какому? По экономическому моменту делят-то они, они по национальному, но национальность тут играет, а вот там узбеки, этот рынок заняли узбеки, тут уже таджики не могут соваться, да, они уже, вот тут национальная особенность срабатывает, конечно, вот, то есть вот, и опять, вот, возвращаясь к работе марксизма, национальный вопрос, это не единственная работа Сталина, Сталин еще несколько работ, ну, вот, это самая крупная, основная и первичная, так сказать, первая, вот, но дальше Сталин к национальному вопросу много обращался, уже когда, так сказать, он стал руководителем нашего государства и партии, он, этот вопрос всегда, так сказать, в качестве одного из основных вопросов, вы знаете, что Сталин еще занимался языкознанием и был тут большим специалистом, и вот в отношении языкознания, различия между языков, роль языка в культуре, он всегда сопоставлял, конечно, языки с принадлежностью к определенной национальности, и ассимиляция людей связана в нации уже с тем, что стираются языковые какие-то барьеры, вот, люди начинают говорить, ну, скажем, у нас в Советском Союзе, на русском говорили, вот, приезжаешь там в Узбекистан, с тобой тоже по-русски будут говорить, безусловно, и на рынке, и где угодно, и в государственном учреждении, тем более. Сейчас, кстати говоря, уже говорят, молодежь не знает, вот почему, потому что, вот, хотят противопоставить национальное, в отношении национальности классовую, да, все время эта подмена идет, продолжается, и вот сейчас она осуществляется, опять, на основе специального даже смешения, вот, понятий нация и национальности, я как говорил, вот эти главные термины, да, которые связаны, я постарался вам показать, ну, я смотрю, уже по времени, так сказать, да, слишком уже перекрыл, да, час я должен выступать. Ну, зададите вопросы, да, тогда, вот, я на этом остановлюсь, потому что эта тема-то, можно сказать, необъятная, тут вокруг этого можно, особенно сейчас-то она настолько животрепещущей стала темой, вновь, вот, когда вот возникает это противоречие и военное противостояние, сразу национальный вопрос, тут очень рука об руку идет, да, с этими проблемами, ну, давайте вопрос. Владимир Петрович, здравствуйте, а как объяснить понятие по национальному вопросу касательно языка, например, в такой стране, как Австрия, есть еще несколько стран, не имеющих своего языка, заранее благодарю? Ну, вот видите, тут я говорил, что язык, как правило, выбирается по титульной национальности, да, но бывает из этого правила исключение, конечно, то есть, ну, скажем, на немецком языке в Австрии говорят, а не на австрийском языке, хотя эти языки очень близки друг к другу, понимаете, это точно так же, как мы можем сказать, что большинство на Украине все еще говорят на русском, вот они на нас вещают даже, всякие голоса у них там, смотрите, вещают и с рук, интересно, что с нашей стороны журналисты с украинскими фамилиями, с их стороны журналисты с русскими фамилиями и на русском говорят, хотя они сейчас все чаще хотят говорить на украинской мове, да, но тем не менее, вот исследования еще до вот этих военных столкновений показывали, на 14-й год последние исследования были, в самой же Украине, они вот и переполошились по результатам исследования, что на Украине большая часть людей, около 65% использовали постоянный, повседневно русский язык, ну, вы же понимаете, наследие СССР достаточно богатое, воевали вместе и прочее, единственное бытие, русский язык, и вот тут они начали в школах запрещать преподавание постепенно и добились своего, да, то есть, вот может быть так, что вот вроде Украина, а на русском говорят, Австрия, а на немецком, да, вот вопрос-то был, может быть, да, но это о чем говорит, о том, что они там не соблюдают, ну, в Австрии спокойно относятся к этому вопросу, не как на Украине, к русскому, да, и тем более, что у них нет таких и противоречий, да, с Германией, да, с нынешней ФРГ, вот, так что тут вполне это объяснимо, ну, какие еще вопросы? А было ли федеративное устройство РСФСР ошибкой или необходимостью? Ведь Сталин предлагал областную автономию. Ну, да, тут, значит, действительно, вот даже когда Путин выступал еще перед, вернее, в момент объявления специальной военной операции, он это тоже обговаривал, что когда Украина появилась, да, вот, в связи с чем и прочее. Вот деление на, опять же, по признаку национальности, да, разделение-то шло у нас, республик, вот, это, конечно, было чревато национализмом, но проявлением, да, национализма, так, сплочения и какие-то кланы образовывались волей-неволей, раз так, то есть есть, конечно, тут, наверное, ну, мое личное мнение, что это, конечно, было ошибкой, вот, это было ошибкой, хотя Сталин, в общем, предлагал такой вариант, но все-таки согласился с Лениным и дальше вот держал. Есть тут аргументы в пользу такого момента, да, потому что для чего? Для того хотели, чтобы, ну, так сказать, в рамках внутренней демократичности, да, что вот народ единый, пусть они имеют свою республику, им будет, кажется, приятно, да, будем это, но это еще было связано еще с чем, знаете, экономически, экономически разделение труда, знаете, были у нас там хлопковые республики, да, вот наши, то есть специализация была такая, которая, с одной стороны, она была необходима, вы знаете, что вообще во всяком труде, даже на каком-то производстве всегда вот есть специализация по операции, то точно такая же, это специализация, это вот мануфактура в первом, такая специализация была, там, холодный сапожник, он сшил сапог вот с начала и до конца, а потом появились вот эти артели, которые там один, значит, заготавливает низ обуви, другой вверх, третий сшивает, и это увеличивает, даже при той же технике, увеличивает производительность труда, специализация всегда увеличивает и рождает, вот она специализация, из феодализма выросли, вначале за счет специализации, не за счет новой техники, потом внутри уже капитализма, вот техника, скажем, когда стали применять уже активно паровую машину на производстве, да когда уже капитализм стал уже определенным моментом, то есть здесь необходимо было, да, а вот эта специализация, она помноженная на вот такое разделение республик по национальности, да, она как бы, ну, как бы закрепляла и усиливала эту специализацию экономическую, понимаете, хотя это было однобокой развитие, вот сейчас нам пеняет та же Украина, что вот в результате у нас была там какая-то однобокость, вот они сейчас не знают старый хлеб куда, вы знаете, проблема-то стала в Польше, там, они завалили Польшу своим зерном, и у них там уже чуть ли не восстание этих сельскохозяйственных предпринимателей, да, фермеров польских, так что вот тут, конечно, надо, понимаете, вот опять же философию, если вспомнить, нельзя шарахаться из одной крайности в другую крайность, вот скажем, национально особенная, давай только по национальному вопросу делить республике, или автономии какие-то вот такие области по территориальному, раскроем по-другому, да, ну, при царизме, вы знаете, да, это часто делалось, да, так, такое разделение, не было таких национальных республик, так вот, надо это сосчитать, то и другое, и в определенный момент развития, то вот национально особенное, может быть, надо было выдвигать, а в другой момент развития снимать этот национальный вопрос, укреплять единство уже вот этой многонациональной общности советский народ за счет экономического единства, интеграции, которая бы тоже учитывала специализацию, но не столь однобуху, чтобы там хлопковая республика только хлопок, больше ничего не выращивает, никакой культуры, это же, конечно, крайность, ну, так бы я ответил, да. Не выявите ли вы в современной российской пропаганде признаков разжигания националистической розыбы? Ну, видите, в нашей пропаганде, в общем-то, так специально не подчеркивается, скажем, как украинской, что украинцы там, они такие вот нехорошие, потому что они украинцы, да. Вот подчеркивается, фашистские настроения, да, не фашистские виноваты, конечно, националистические, конечно, да, вот, ну, упрекать их вот только, вот, так сказать, за то, что они националисты искони, что ли, по крови, что ли, они националисты, но такого я не слышал, вот, хотя наша пропаганда, она тоже, конечно, отнюдь не идеальна, мягко говоря, да, отнюдь не идеальна, если бы я был руководителем государства, я начал попробовать, ну, давайте, подвигайте, шутка, конечно, вот, не претендую, ни в коем случае, и по возрасту уже не подхожу, и по всем другим вопросам, мягантам. Как Вы относитесь к резко увеличивающемуся в последнее время в России количество анонимных жалоб на низовом уровне по политическим соображениям? Анонимки, это хорошо? Видите, люди побаиваются. У нас в связи, конечно, как Вы понимаете, и с военной операцией этой стали немножко, ну, когда идут военные действия, демократия даже вот в таком виде, словесная демократия, хотя она является неподлинной демократией, да, но тем не менее, она прижимается, и поэтому люди просто боятся высказываться, и в том числе и жаловаться, да, потому что у нас усилилась вертикаль власти. Я вот Путину писал, я Хрущеву еще писал, я Брежневу писал, да, еще ничего, как видите, вот еще живой, да, и работаю. Вот, но вот сейчас, ну, кстати, и ответы получал, а не просто писал, интересно, что, но это отдельный разговор, но вы же понимаете, это не демократия, это так, вот с моей стороны это просто спускание паропола всегда. Я понимал, что такие обращения прямые, они, как правило, мало, как правило, малоэффективно, вот момент, когда вот проводится там лепестит какой-то такой общий, там может быть еще что-то, вот, а так малоэффективно. Ну, а сейчас народ просто побаивается, ну, вот одного посадили за высказывание, другого посадили за высказывание, не буду я жаловаться на начальство, да, даже напрямую, а вы знаете, у нас вот эта вертикаль усилилась, бюрократическая, вот я Путину писал о том, что бюрократия совсем нас одолела, а бюрократия это вот власть чиновников, и они не терпят, конечно, когда на них жалуются, поэтому я пожаловался, если я, так, результат будет, что меня уволят. Ему же и спустят, ему же и спустят. Да, ему и спустят, но, как правило, да, как правило, да, вот футбол такой, и в советское время, во всяком государстве это обязательно, бюрократия это необходимый момент, но все тут опять вспоминаю единство количества и качества, да, в каком количестве, когда бюрократия превышает определенное количество чиновников, количество чиновников, управленцев больше, чем те, кем они управляют, ну это же абсурд, да, в некоторых там ситуациях, но не больше, это ровное количество, вот, это бюрократию надо искоренять, вот тогда люди меньше и бояться будут, да, хотя вы понимаете экономическое основание, конечно, экономическое, и пока есть частная собственность на средства производства, крупный частный собственник не потерпит, чтобы на него жаловали, вот, он этого уволит, это минимум, да, уволит, вот, человек останется безработный, тем более, что у нас вот сейчас нехватка рабочей силы, понимаете, тут, вроде как-то надо с одной стороны поосторожнее, да, с этими, с увольнениями, а с другой стороны, вот, цифровизация, информационное общество, это тоже, некоторые специальности, ну, перенасыщены рабочей силой, так скажем, причем интеллектуальные специальности, инженерные, вот преподаватель, например, можно его заменить легко, один преподаватель будет вещать на всю страну, предмет, все, ну, это не очень хорошо будет, конечно, но не только для преподавателей, в сельской местности, в провинции сельской местности их статистически не хватает, ну, в сельской местности, да, не хватает, тем более, до сельской местности у нас еще автоматизация и компьютеризация сельскохозяйственного производства еще у нас в весьма защищенном состоянии, вот, поэтому, конечно, и не хватает, ну, ладно, вот так. Брикс будет набирать обороты и появится новая вировая валюта с банковским центром, это так? Очевидно, появится, я вообще, вот тут, видите, я философ, я не могу тут экономические моменты, так бы, так не так, ну, скорее всего, да, будет вообще смещение этих центров экономических, вот борьба, опять же, вот этих каких-то интернациональных объединений капиталистов, она ведет к этому смещению акцентов и валюты, конечно, безусловно, но я давать тут прогнозы какие-то никак не могу, не имею права просто, я в этом мало очень разбираюсь. Ну, может, в мониторе, я не знаю, да, Побоевич Сергеевич, слушатель Красного университета, у меня по словам два коротких вопроса, во-первых, можно ли заменить слово национальность, да, национальность словом народность, верно ли это будет? Нет, нет, нельзя, народность это более древнее образование, вот было, значит, изначально вот эти общности людей, да, изначально первопытный общенный строй с чего начинал, а какие общности? Это племена, племена, вот семьи внутри племен, да, причем вначале там полигамная семья, и вот это, общности такие, кровнородственные и, конечно, экономические, потому что племя, прежде всего, ворова за выживание, производство, да, и какие-то специализации племен, да, впервые там охотники, рыболовы, потом уже сельскохозяйственные труженики появились, и животноводы, так сказать, вот, появились, охотников заменили отчасти, животноводство заменило охотников, вот эти племена, потом союзы племен, вот на основе союзов племен образовались народности, когда они укреплялись на территории, вот образовалась народность. Народность дала основу национальности, а национальности это, так сказать, более консолидированная, вот видите, что у нас происходит, эволюция, всякая эволюция, и социальная эволюция, и биологическая эволюция идет по пути объединения мелких звеньев, более крупные звенья, и вот такие мелкие племя, потом народность, национальность, а потом образуется нация, вот уже в туристическую эпоху, то есть заменить национальность и народность нельзя, хотя с народностями, там, ну это тоже этническая общность, народность, там много еще недоговоренностей, вот я лично, похвастаюсь, был знаком с таким интересным очень человеком и специалистом, Ивом Николаевичем Гумилевым, вы, может, слышали его, даже читали, ну вот я с ним лично, спорил я с ним, вот по поводу, тогда он издавал, его запрещали, ну вот он издавал свою книгу, главную, этнокенез и биосфера земли, в издательстве нашего университета, Ленинградского еще тогда, ЛГУ, и я издавал, ну там свою статью, мы познакомились у редактора, там была очень замечательная женщина, инвалид, ну вот у нее дома, и вот я познакомился и там с ним вел такие отчаянные, я задорный парень был, а он мне в отцы годится, Лев Николаевич, годился, Лев Николаевич, ну вот отчаянные там споры по поводу его теории химерного этноса, там, я говорю, Лев Николаевич, по вашей концепции, весь Советский Союз тогда-то, еще Советский Союз, это химерный этнос, он мне как ответил, шутливо, островомный человек был, это вы сказали, это не я, вот, ну у него так объединение, вот этносов, видите, еще одна этническая, народность, а он различал этнос, это народность, обособленная и объединенная экономически, территориально, но в чем отличие еще этносов, что этнос, он мигрирует, постоянно территорию меняет, проживание, и сталкивается с другими этносами, объединяется, и вот тут зависит от того, но я не буду теорию Гумилева пересказывать, но я с ней был не очень согласен, да, так скажем, и до сих пор не согласен, если я Гумилева в лоб критиковал, то могу уже и после смерти тоже не очень, я согласен с этой концепцией, она, так скажем, биологизаторская концепция, то есть биологическое начало, и вот кровно-родственные связи, я на себя показывал, я говорю, представитель химерного этноса, объединение, вот вы понимаете, говорю так, а он говорит, нет, вы неправильно меня поняли, значит, этнос не может быть одним человеком представлен, какой этнос, вот, у вас что, много таких, как вы, нет, говорит, немного, поэтому тут отдельно взятые, а тут они не обязательно отличаются этими характерными чертами, то есть вот здесь это проблема еще не вполне, так скажем, изученная, это опять же своя наука, этнология есть такая уже наука, я туда не могу, так сказать, влезать и тем более сейчас комментировать. Вот с Руном Николаевичем я на уровне философского, только так, таком, более абстрактном, да, дебатировал этот вопрос, вот. Ну, какие еще вопросы? Второй вопрос, да, из той же оперы, вот нация и национальность, это именно чисто марксистское понимание различия этих слов, или оно вообще верно для русского языка и верно ли оно для английского языка, для страны международного? И для английского тоже. Сейчас вот такое разделение, впервые Сталин применил, я уже сказал, и обозначил, но сейчас уже, это уже практически большинством принято это разделение. Хотя, вот я говорю, ошибаются, да, выдающиеся руководители государств, вот. А я думаю, что может быть не ошибаются специально, знаете, делают ошибку для того, чтобы сыграть на этом деле как-то так. И туманом здесь подпустить, чтобы так не все поняли. Так что, вот так. Знаете, а что касается связи русского-английского, вот я, например, сталкиваюсь постоянно с ситуацией такой, в английском языке не различаются термины «правда» и «истина». Вот, если вы знаете немножко, знаете, да? Вот, а это опять, как говорят в Одессе, ее большие разницы. Правда может быть столько, сколько у людей. У каждого своя правда. Но истина по одному и тому же поводу, в одном и том же срезе, может быть только одна. Вот. И никакого плюрализма. Правда? Правда. Я говорю правду, когда я уверен в том, что то, что я говорю, это истина. А может, я заблуждаюсь, да? Заблуждение выдаю за истину. Но я правду говорю. Вот. А вот если я говорю что-то, что считаю не истиной, а выдаю это за истину, вот тогда я лгу. Вот. Хотя может быть такое. Я нагло лгу и при этом говорю истину. Я вот уверен, например, что, предположим, как большинство у нас землян уверено, что, вы знаете, что большинство землян у нас еще, если взять народы все, уверены, что Солнце обращается вокруг Земли. Коперника они не знают. Вот я уверен, да? Что Солнце обращается вокруг Земли. Но я попал в среду астрономов, ученых. И я знаю, что они меня разобьют и нас поднимут. И я буду там говорить, что Земля обращается вокруг Солнца. Но я уверен-то в другом, как в истине. Значит, я лгу, но при этом говорю истину, что Земля обращается вокруг Солнца. Я лгу, потому что я в это не верю. И так же и в политике. И так же в отношении национальности и чего угодно. Такие вот причудливые смешения правды и истины. А в английском языке, поэтому, когда вот я много уже... У меня одна публикация в год должна быть иностранная. До сих пор меня требовали у доктора наук. И на английском языке, как правило. В специальных журналах, которые там... Международная индексация идет. Журналы все они проименованы и пронумерованы, что называется. Так вот, мне приходится писать про истину, про правду. Я говорю, пишу истина в скобках. Соответствующая объективная реальность. Суждение соответствующей объективной реальности. Приходится такое давать, пояснение, потому что они могут не понять на английском. Суждение соответствующей объективной реальности. Правда, вот критерии... Проблема опять соответствует... Критерии у нас опять в марксизме выработаны. Это практика. Критерии истины. А все остальные критерии, кстати, множество прилагают. И по национальному опыту. Большинство так считает, значит истина. Многие так. А большинство так считает, значит истина. Это и при голосовании у нас в Конституции записано. Чем обеспечена у нас демократия? Всеобщим избирательным правом. И референдумами, правда они уже у нас давно не проводились. С принятия этой же Конституции не проводились. Вот, референдумами. Суетно, очень недорого. А то и так ничего пройдет. Так вот, значит, говорится, что если большинство выражает свою волю на голосование, а они вообще знают, за что голосуют, за кого голосуют. Как правило, нет. Как правило, нет. Вот я много раз принимал участие не в голосовании, а избирался. Пытался. В муниципальный совет два раза ходил. В местный совет и даже в Думу нагло пытался. Но всегда от коммунистической партии. Понимаете, не проходил. Так вот, я просто был свидетелем, как люди на участках голосуют. Вот пришли муж с женой. И вроде так, грамотные люди, нисейские труженики, городские и по всему. И вот пришли к портретам, которые, кандидатов, да, множество. И они думают, слушай, давай вот про этого проголосуем. Смотри, говорит, у него какой взгляд честный. Честный взгляд от фоноград. Давай за него проголосуем. А это муж говорит, а жена говорит, нет, у него губы тонкие такие. Пьяняет, он злой человек. Ну, вы понимаете, критерий выбора, да, какой. Ну, вот если большинство, это с честным взглядом, за него проголосует, так где что-то. Да, вот понимаете, тут надо владеть истиной. Для того, чтобы идти за что-то или за кого-то голосовать, надо владеть истиной. А большинство политикой истины не владеет. Не владеет. И тут не надо ничего даже подтасовывать. Я провожу пример. Представьте себе, во времена Коперника, всеевропейский референдум. Кто за то, что Земля, как считает нечестивый Коперников, обращается вокруг Солнца. Коперник в абсолютном меньшинстве, да. Вот, ну, истина все-таки за ним. Так что большинство, как правило, всегда неправы, да. Хотя в нашем, вот, в партии-то я уже 60 лет коммунистической, представьте себе, да. Вот, так вот, принцип демократического централизма там, да, выполнялся. Что это такое? Любой вопрос дебатируется в партийной организации, обсуждается, споры могут быть большие. Но если организация приняла решение, консолидировано, большинство проголосовало вот за эту позицию, за этот путь, за это решение, тогда меньшинство должно подчиниться. Никакого раскола не может быть на большевиков и меньшевиков. Нельзя допустить, а так все организации бы так. Все должно подчиниться. Вот принцип демократического централизма. Демократия значит решение большинства опять. А это, а большинство заблуждается. Так что у нас во всех вопросах это очень тяжело, очень тяжело. И специалистами по национальному вопросу, ну что, все будут, специалистами не бывает такого. Ну какие-то еще вопросы? Все? Все. У вас еще? Молодой человек, который был. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, в каком отношении между собой находятся понятия национализм, интернационализм и космополитизм? Ну хорошо, национализм. Национализм это абсуртизация роли объективной какой-то национальности. Национализм. Бывает национализм от нации, но это узкий вариант. Как правило, национальности, то есть кровнородства. Теперь космополитизм. Космополитизм, вот Маркс и Энгис, я смотрю на их портреты, они объявляли себя космополитом. Что это такое? Дословно, человек вселенной. То есть я не принадлежу к какому-то конкретному государству. Вот, я человек мира. И я выступаю таким образом за интересы не каких-то отдельных слоев конкретного государства, в котором я, может, и живу. А вот за, бывает так, за общечеловеческие. Правда, Маркс и Энгис общечеловеческие интересы не очень. Классовые интересы. Классовые интересы, и это и есть интернационализм. Вот они объявляли себя и космополитами, и интернационалистами. Космополитизм у них выражался в интернационализме. То есть, интернационализм какой? Интернационализм может и должен быть пролетарский. И они говорили, прежде всего, о пролетарском интернационализме. И они, интернационалисты, именно в плане интересов пролетариатов всего мира. Слышали вот этот лозунг «Пролетарии всех стран соединяйте». Вот это лозунг такого, значит, объединения пролетариев, пролетарского интернационализма. А космополитизм на этой основе. А закон о неподконтрольности государства Центробанка, так, подкорректирован. Что Центробанк хочет, то не хочет. Ну, насчет Центробанка я тоже лучше умолчу. А то, глядишь, меня тут машина будет, спецмашина ждать на выход. Вы тут все выложите или потом. Вот, потому что такое о Центробанке, лично о гражданстве Набиуллины, такое у нас говорят уже в интернете. Вот, Хазин тут упал. А? Страна вещь. Хазин. Каждый раз об этом тоже говоришь. Вот, да, и мы уже знаем, и я только одно вот не понимаю руководство страны. Если то, что говорит Хазин и другие по поводу Набиуллины, нашего министра экономического развития, это истина, то тогда надо их под белые руки ввести в определенные учреждения. А если Хазин и другие врут, так их надо под белые руки. Он все любит, я сейчас на лицо, что хочу-то и говорю. А вот так, нет, у нас нету сейчас такого. То есть, мне вот такое не дозволено говорить. А некоторым дозволено. Я в государстве не знаю, где что, и как зарабатываю сам. Ну, это, это, да, это не важно, это, так сказать, если вы частные предприниматели, все равно должны. Как говаривал Владимир Ильич Ульянов Ленин, нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества. От законодательства этого общества, которое у нас тут статьи есть, новые тоже, да, экстремизм, там, экстремистские заявления, вы знаете. Хорошая статья, не хочется попадать. Ну, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok